Всем привет, добро пожаловать на мой бьюти канал снова, меня зовут Юля и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о новой летней тропической коллекции от Джеклин Хилл, которая называется Hout. Я ни разу не покупала ничего от Джеклин Хилл, сюрприз, сюрприз, но в этот раз я сказала себе, что Юля пришла мне попробовать что-то хотя бы от Джеклин Хилл, потому что я слышала много хорошего о качестве косметики и вот это случилось. Я прикупила товаров из каждой категории, с чем она вышла, а именно бронзы, хайлайтеры, что является хайлайтом этой коллекции. У нее вышло два хайлайтера в жидкой форме, также в кремовой формуле. И последнее, с чем она вышла в этой коллекции, это бальзамы для губ, которые обещают нам невероятное сияние. В общем, я купила все, чтобы сделать там полноценный сегодня образ, используя ее новую коллекцию. Эта коллекция, она лимитированная, она сказала о том, что она не будет делать ресток ее коллекции, то есть все, что вот распродано, распродано навсегда. Но, однако, я слышала один слушок, что эта коллекция должна появиться на сайте Morphe, если я не ошибаюсь, в конце августа. Как оказалось, коллекция распродалась достаточно быстро, на сайте ее можно прикупить какие-то остатки из ее коллекции, но, конечно, самые такие ходовые цвета, самые классные цвета, они уже распроданы. И, к сожалению, на этот раз, когда Джеклин Хилл выпустил эту коллекцию, не обошлось без скандалов. Многие были очень расстроены тем, что она не выпустила темный оттенок кремового бронзера, который бы подходил смуглянкам, на что она сказала, что она собирается это сделать, но через какое-то время. И многие сказали, что они не будут поддерживать запуск этой коллекции своими деньгами, потому что она вот не подумала о более смуглом населении Америки. И первое, с чего мы начнем, это будет бронзер в кремовой формуле, называется он Sun Kissed Cream Bronzer. Вышел он в пяти оттенках, и я взяла самый светлый оттенок, который называется Nakey. Мне очень нравится упаковка, она действительно напоминает о тропиках. На самом деле, бронзер свочется хорошо, но, возможно, это даже слишком светлый оттенок для меня. Я почему-то думала, что он будет чуть темнее. Но, в общем, мы посмотрим сейчас, насколько хорошо я подобрала себе оттенок. Джеклин говорит, что наносить этот бронзер лучше всего на ненапудренное лицо, что, в принципе, очевидно, потому что это кремовый бронзер. Поэтому я возьму свой спонж. Вот таким вот он образом выглядит. Кстати, у него никакого запаха нет. Сейчас мне кажется, что он очень даже хорошо подошел мне по оттенку. На самом деле, мой самый любимый кремовый бронзер, это бронзер от Nars в оттенке Laguna. Он чуть темнее, конечно же, чем этот. Но мне кажется, в принципе, с оттенком я определенно угадала. Он очень хорошо, естественно, смотрится. Мне нравится. И в описании говорится, что этот бронзер обладает эффектом софт-фокуса. Он разглаживает кожу и делает ее более гладкой, что очень здорово. Мне нравится такой эффект у бронзера. В принципе, очень легко наносится, и я не вижу никаких проблем. Бронзер и бронзер, в принципе. Я не знаю, ребят, насколько вы проверяете всегда составы или нет, но я иногда смотрю на них. И на первом месте в этом бронзере мы видим Dimitico, на втором Silica. И на третьем месте мы здесь видим какую-то производную воска. Очень интересно. Мне кажется, когда дело касается кремовых бронзеров, последнее, что ты хочешь, это чтобы бронзер смотрелся как цвет детской неожиданности. И я очень хочу верить, что он выглядит нормально, а не как цвет детской неожиданности. Поэтому дайте мне знать, ребят, как вы считаете вообще, насколько он подходит мне или нет. Вот таким образом смотрится кремовый бронзер после того, как я его растушевала. Мне кажется, смотрится он хорошо и очень даже естественно, как мне кажется. То есть нет такого, что, знаете, вух, прям такой какой-то темно-коричневый цвет. Нет, мне кажется, с цветом я угадала. Я думаю, что подошел мне идеально, поэтому я рада с тем, какой цвет я выбрала. Далее самое интересное, это хайлайтеры. Джеклин Хилла обожает хайлайтеры. Она считается королевой хайлайтеров, потому что она всегда любит, чтобы щечки всегда блестели. И она всегда очень много наносит его, это все мы знаем. И первый хайлайтер, с которым она вышла, в жидкой формуле. Я взяла его в оттенке Lightning, то есть молния. И мне очень нравится упаковка. Она действительно очень красиво смотрится. Здесь мы видим помпу, чтобы достать наш жидкий хайлайтер. И, в общем, вот таким образом он выглядит. На самом деле, когда я делала свочи, я слишком много нанесла его на руку. Его не нужно очень много носить, это я уже точно усвоила урок. Буквально одной капельки, мне кажется, достаточно будет, чтобы увидеть этот блеск. По текстуре он очень, я бы сказала, жидкий. Действительно, он ощущается как какая-то сыворотка. И по текстуре он мягкий, король поделяется по коже. И дает очень классное сияние, которое при желании можно сделать активным. И этот жидкий хайлайтер вышел в трех оттенках. Я взяла, как мне кажется, самый популярный, который потом уже оказался распродан. И в этом жидком хайлайтере мы получаем 15 мл продукта, что, мне кажется, очень даже неплохо. Скорее всего, он будет долго у вас заканчиваться, потому что вам не нужно очень много, опять же, его наносить. Я, наверное, хочу сначала нанести его просто вот таким образом. Красивое сияние, прям сразу же это видно. Мне всегда нравилось наносить такие жидкие хайлайтеры именно руками, потому что, мне кажется, таким образом получается все немножко аккуратнее. Честно, первое, что я вижу, это такой красивый, естественный блеск, ну или сияние. И он также засыхает достаточно быстро так же. Его много вообще не нужно. Это факт. Не знаю, ребят, сказала ли я вам или нет, но Джеклин Хилл рекомендует наносить этот хайлайтер в жидкоформуле, не на запудренное лицо, что, в принципе, понятно. Потому что иначе это может просто испортить макияж под этим хайлайтером. Напоминает мне, кстати, знаете, хайлайтер от Rare Beauty, что-то вроде того. Наверное, Rare Beauty, он более блестящий, в нем больше каких-то блесток. Честно, жидкие хайлайтеры это не самая моя любимая формула хайлайтеров, просто потому что требуется гораздо больше времени наносить его, распределять и так далее. Я хочу посмотреть, как это смотрится на теле. Да, в принципе, на теле он тоже смотрится очень-очень классно. Мне кажется, это, знаете, тот самый идеальный тип хайлайтера, чтобы нанести его и сидеть у бассейна. И, кстати, он никакой не липкий, что очень здорово. Давайте перейдем уже к чему-то очень интересному, а именно к ее кремовым хайлайтерам. Вот таким образом выглядит упаковка этих хайлайтеров. Она коррелирует также, естественно, со всеми компонентами ее коллекции. И я взяла два оттенка этих хайлайтеров. И первый оттенок, и самый популярный оттенок в ее коллекции, это Glazed Out. Это именно серебристо такой оттенок с очень сильным эффектом сияния при нанесении. И по формуле эти хайлайтеры кремовые, они напоминают хайлайтеры от Colourpop, которые называются у них Super Shock хайлайтеры. И второй оттенок, который я взяла, называется Star Power. Свотчи, они шикарные. Очень легко было свотчить эти хайлайтеры. Они невероятно мягкие, супер блестящие. По упаковке упаковка, она легкая. Это такая картонная упаковка. И при открытии мы видим вот такое компактное зеркало, что очень здорово. Я обожаю, когда в палетках или вот в таких хайлайтерах, однушках есть зеркала. Это здорово, чтобы сделать, допустим, макияж на беку и так далее. Каждый из этих хайлайтеров стоит по 29 долларов. И на данный момент на сайте есть только один оттенок, который называется Sun Lover. Такой супер золотистый оттенок. Даже не оттенок шампанского. Это очень, ну я бы сказала, не на каждый день оттенок. Именно поэтому, наверное, еще и на сайте есть. А так все остальные оттенки, они расходованы, конечно. Потому что все знают, что Джеклин Хилл, она очень хорошо делает свои хайлайтеры. Потому что она их обожает. Естественно, эти кремовые хайлайтеры сделаны в Италии. И в каждом хайлайтере мы получаем по 5,5 грамм продукта. Что мне кажется, очень даже неплохо. Потому что, ну, 100% этого хватит на очень-очень долго. И вам не нужно большое количество хайлайтера, чтобы нанести его на лицо. И срок годности у них 12 месяцев. Итак, первый оттенок, который я хочу пробовать, это будет, конечно, оттенок Glazed Out. Тот оттенок, который меня привлек в первую очередь. Пока что я не взяла очень большое количество продукта. Это смотрится более-менее естественно. Я так понимаю, если еще больше нанести продукта этого, то это будет прям такой вух, сияние, блеск. Я хочу взять немножко на свою руку. Посмотрите просто, ребят, насколько он сияет на моем пальце. Ну вот, если вы будете наносить это пальцем, то, конечно, это будет прям такое сияние, что надо. Определенно, мне кажется, кисточкой лучше всего наносить, если вы боитесь такого блеска этого хайлайтера. Но, в общем, можно видеть, что он смотрится чрезвычайно активно. Я не знаю, мне нравится, как он смотрится. Вы можете, наверное, сравнить, да, насколько смотрится не ярко. Жидкий хайлайтер на этой щеке и насколько смотрится наш кремовый хайлайтер. Прям сразу яркость, текстура гораздо более интересная и дает гораздо больше блеска, естественно. И мне нравится этот эффект мокрой кожи, как будто бы, кстати, именно этот хайлайтер можно наносить и на припудренное лицо, что очень здорово. Такого нельзя сказать о нашем жидком хайлайтере. А этот можно наносить даже на пудру. И, в общем, все будет смотреться шикарно. И давайте теперь перейдем к нашему второму хайлайтеру в оттенке Star Power. Я, наверное, буду использовать, опять же, свой палец, чтобы нанести его. Вау, мне кажется, он подошел отлично мне под мой цвет кожи. Как-то вот он хорошо смотрится, я не знаю. Ну, как вам, ребят? Мне очень нравится. Смотрится супер естественно. Наверное, все-таки возьму кисточку и попытаюсь немножко его растушевать, потому что это смотрится немножко неаккуратно. После растушевки кисточка, он смотрится помягче, мне это нравится. Но все равно, он не сравнится с блеском этого хайлайтера. И, опять же, наверное, повторюсь. Но этот хайлайтер в оттенке Star Power, он, как мне кажется, будет идеальным цветом бронзера. Как блестящего бронзера поверх кремового бронзера из этой же коллекции. И да, давайте мне знать, ребят, какой вам нравится больше всего хайлайтер. Белый, который в оттенке Lightning или вот этот вот в оттенке Star Power. И последнее, с чем вышла Джеклин Хилл в ее коллекции Hout, это масло для губ. Она вышла с четырьмя оттенками ее масла для губ. Каждый из таких масел для губ стоит 20 долларов. Я взяла оттенок розовый, естественно, который называется Rose Drip. Джеклин говорит, что она обожает сама эти масла для губ, потому что они дают такой невероятный блеск вашим губам. Как будто бы он неземной, я бы сказала так. Я смотрела видео одной девушки, она делала обзор на эту коллекцию, и она говорит, что, боже мой, какие мои губы сейчас увлажненные. Это просто вообще, как такое возможно? И я в нетерпении была попробовать именно этот продукт из всей ее коллекции. И на сайте, кстати, все три более таких ходовых оттенка, они распроданы, в том числе и прозрачный ее блеск. Поэтому, если вы вдруг хотите купить масло из ее коллекции, то на сайте остался только один оттенок, который называется Ruby Drip. Это прям такой невероятно красный оттенок. И первое, что бросается в глаза, это то, что у этого масла для губ очень красивый, такой розоватый цвет. Я бы сказала, он больше как светлый коралловый почему-то мне видится, а не как розовый. Это, наверное, единственный продукт в этой коллекции, который сделан в США. Все остальное сделано у нас в Италии, как мы уже знаем. И здесь мы получаем целых 2,6 мл продукта, что, мне кажется, маловато, нет? Далее мы видим невероятно большой по размеру аппликатор. Мне кажется, им будет очень удобно, скорее всего, брать продукт. Но мне кажется, что с каждым разом, возможно, его будет все больше и больше накапливаться на аппликаторе. Вау, ребят, посмотрите, я только немножко взяла этого продукта. И вы видите, что флакон уже как будто бы наполовину пуст. Как это вообще понимать? Ощущение, что он наполовину пустой, как будто бы. В своем видео, когда она говорила об этой коллекции, она наносила это масло поверх своей помады. И мы сегодня так это и сделаем. Ощущение, что у этого масла нет никакого запаха, что, в принципе, круто. Вау, я не думаю, что у меня до этого было масло, которое так комфортно ощущалось на моих губах. Но при этом, чтобы оно сделало мои губы супер увлажненными. Мне кажется, это первое масло, которое очень комфортно чувствуется на моих губах. Посмотрите, насколько мои губы смотрятся сразу желанно. То есть, они невероятно увлажнены. И мне кажется, у меня еще не было такого масла или блеска даже для губ, которое чувствовалось настолько комфортно. Что очень здорово, нет никакого постороннего запаха или вкуса. Смотрится невероятно красиво, ребят, просто вау. Теперь я, наверное, знаю, что я буду использовать каждый день летом. Это масло будет смотреться с ног шибателя, с любой помадой. Прикуплю еще парочку оттенков, потому что это смотрится с ног шибательно. Самая комфортная формула, наверное, блеска, в которой когда-либо было у меня в жизни. И вот такой на сегодня был обзор на новую коллекцию Jaclyn Hill, которая называется Hout. Все продукты из этой коллекции мне понравились. Это шикарная летняя коллекция, которая очень хорошо курирована. Это, наверное, та самая идеальная летняя коллекция, в которой есть все для того, чтобы почувствовать себя настоящей, я не знаю, бронзовой богиней летом. Первое, с чем я хочу начать, это, конечно же, хайлайтеры. Хайлайтеры это моя слабость, я их обожаю. Я бы сказала, что оба оттенка классные, каждый из них уникален по-своему, но мне кажется, что я, наверное, больше тяготею к оттенку Glazed Out. Но, однако, оттенок Star Power тоже очень уникален, как мне кажется, будет для моей коллекции. Glazed Out это тот самый оттенок, который сегодня, мне кажется, побеждает у нас. Дальше мы попробовали ее кремовый бронзер в оттенке Naked. Мне он очень понравился, потому что он не слишком темный, не слишком светлый, то, что идеально подошло лично мне. Поэтому я в предвкушении пробовать его еще и еще раз, чтобы сказать вам в конце месяца, насколько продукт этот стоит своих денег, ну и насколько хорошо он носится в течение всего дня также. Далее, жидкий хайлайтер в оттенке Lightning мне понравился. У него такой очень легкий блеск. И я думаю, что это не самый мой любимый продукт в ее коллекции, просто потому что я небольшой фанат жидких хайлайтеров, жидких текстур хайлайтеров и так далее. Но я буду тестировать его, смотреть, может быть, я все-таки влюблюсь в него. Особенно хотелось бы посмотреть, как он вообще носится в течение всего дня. Это я скажу вам как-нибудь в одном из видео, где я буду говорить о всей своей косметике, купленной в этом месяце. Очень-очень понравилось это масло для губ, оно шикарное. Тот самый идеальный мокрый блеск, он дает, который смотрится шикарно и при этом даже не чувствуется на губах. Я хочу еще купить как минимум парочку оттенков, чтобы они у меня просто были. И на этом все, ребят, спасибо большое за просмотр. Мне будет очень интересно узнать, какой продукт вам понравился из этой коллекции. Собираетесь ли вы покупать что-то? Или если вы купили что-то из ее коллекции, когда она запустила ее, что вам понравилось больше всего. Будет очень интересно почитать ваши комментарии. И на этом я буду прощаться с вами. Спасибо большое за просмотр. Ваша Юля, скоро увидимся. Всем пока! Продолжение следует...